Дарина пишет, Евгений, подскажите, пожалуйста, я еду в отпуск, но бывает так, что еще после отпуска приходится отдыхать. Как отдыхать так, чтобы потом быстро войти в работу и стать более активной, чтобы отдых был активной под зарядкой? Спасибо. Дарина, спасибо вам за вопрос. Вы правы. Можно так отдохнуть, что еще больше устанешь. Чем до отпуска. Поэтому отдых, отпуск, для мозга это должна быть смена деятельности. То есть наш мозг никогда не отдыхает. Для него, если мы занимаемся математикой, для мозга отдохнуть, это значит, мы переключаемся на художественную книгу, читаем ее. Потом мы начинаем слушать какую-то музыку. И таким образом, когда мозг переключается с одной деятельности на другую, он отдыхает. Точнее, какие-то участки мозга отдыхают, какие-то подключаются, но мозг постоянно работает. Вот в этом смысле во время отпуска нужно найти какое-то занятие для мозга. Если уж вы лежите на пляже или на даче, то дайте какую-то пищу для вашего мозга. Задачу какую-то поставьте перед собой. Ну, например, а что здесь красивого? А как эта красота может мне помочь понять свои чувства? И что-то вот в этом духе. Если вам сложно будет такие вопросы себе позадавать, напишите мне, когда вы будете уже отдыхать. Ну, кстати, может быть, вы сейчас отдыхаете. Я вам помогу. Но давайте дальше пойдем. Бывает так, что еще после отпуска приходится отдыхать. Вот это мне не совсем понятно, как приходится отдыхать. То есть, есть еще дни, чтобы отдохнуть, или как отдыхать так, чтобы потом быстро войти в работу и стать более активной. Для этого нужно приехать из отпуска чуть раньше. И до того, как вы выйдете на работу, где-то за 2-3 дня, начать постепенно втягиваться в рабочий режим. Вставать чуть раньше. Допустим, вы на работу идете, встаете в 7 часов утра. А когда в отпуске, встаете в 10 утра. А тут начните вставать в 9, потом в 8, и на третий день в 7 часов. А на четвертый день вы уже пошли на работу. И, кроме того, нужно в течение этих 2-3 дней до выхода на работу, брать 1 час, 2 часа, чтобы что-то делать из того, что вы обычно делаете на работе. И потом, вы знаете, работа, она вас ждет. Представьте себе, работа ждет вас, чтобы с вами поздороваться и сказать «Привет, я тебя ждала, я соскучилась по тебе». Тут, конечно, есть некоторые обстоятельства, сложные, непростые, но мы же вместе с тобой. Я без тебя не могла тут справиться. Тут такой какой-то вообще пресс был. А теперь я тебе помогу, а ты мне поможешь. Представьте себе работу вашу, как вашего партнера, союзника. Ну, давайте пока на этом остановимся.